Вчера пришло печальное известие, что не стало известного писателя-сатирика, исполняющего лично свои произведения, Михаила Жванецкого. Это большая утрата, о которой скорбит вся страна. Стало известно, что церемония прощания, как это диктуют меры предосторожности в пандемию, будет закрытой. Пока остальная информация уточняется, стало известно, что Алла Пугачёва прокомментировала скандал с Еленой Ваингой. Елена Ваинга в последнем эфире шоу «Голос 60 плюс» попала в неловкую ситуацию. Во время слепых прослушиваний Елена Ваинга решила показать себя, выйти на сцену и спеть с 67-летним Стефано Войсом легендарную композицию «Ты хочешь стать американцем». Артистка сразу же допустила досадную оплошность, вступив раньше, чем нужно, а потом и вовсе забыла слова. Она пыталась оправдаться, зато вживую. После того, как конкурсант покинул сцену, другой наставник телепроекта Лев Лещенко пытался поддержать опозорившуюся Елену Ваингу, сказав, что повернулся бы к ней. По лицу певицы было понятно, что она сожалеет о том, что сделала. У неё заметно почернело лицо от такой досады. Зрители упрекнули певицу в социальных сетях, что Ваинга даёт свои концерты под фонограмму. Она уже давно не та, что была раньше. Многие стали отмечать, что Елена и раньше на концерте пела пару песен вживую, а остальные под фонограмму. Столько концертов, сколько давала Ваинга на пике популярности, ни одни голосовые связки не выдержат. Алла Пугачёва в телефонном разговоре прокомментировала, сказав, что эта ситуация сильно раздута. Елена действительно допустила ошибку. На сцену она вышла спонтанно, не подготовившись. Её связки были не разогреты, а песня не из её репертуара. Всё это наложилось на волнение и привело к этой ситуации. Думаю, правильным решением будет повторный выход Елены Ваинги на сцену. Это даст шанс ей реабилитироваться и закрыть все вопросы.